Еще раз всем привет. Меня зовут Полина Воронина. Я комьюнити-менеджер издательских сервисов Литрес. Пару слов про издательские сервисы. В них входит издательская платформа Литрес, самоздат, selfpub.ru, сайт. В них входит проект Литрес ЧТС, где любой желающий может начать озвучивать книги. Ну и, в принципе, туда же входит еще направление наше аудио-студия, где мы записываем аудиокниги. Мы же там же открыли собственный новый проект Литрес-издательства, где начинаем выпуск печатных книг не просто по формату print-on-demand, печать по требованию, но еще и лучшие книги начинаем выпускать в свет в книжные магазины тиражами. Ну и вообще мы отвечаем за весь контент, который поступает к нам, так что там много всего интересного. Но вот издательские сервисы, в принципе, это что-то такое, что помогает вам доносить свои книги до читателей. Ну а сегодня мы поговорим с вами о том, как продвигать нонфикшн-книги. У нас их немало. Более того, я бесконечно радуюсь тому, что к нам на самопубликацию приходят независимые авторы именно нонфикшн-книг. Обожаю эту тему, эту сферу. Очень радовалась тут, когда мы наконец запустили собственный конкурс литературный для нонфикшн-авторов. Кто не знает, напоминаю, что он у нас сейчас идет. Мы принимаем заявки на конкурс. Обязательно подавайте. Ссылку на всякий случай тоже в рассылку с вебинаром ставлю. Я надеюсь, что он будет ежегодным, поэтому если вы продолжаете писать, то обязательно следите потом и за новостями. Прям какая-то моя отдельная радость. Я говорю, я в личном инстаграме бесконечно радовалась тому, что мы наконец запустили этот конкурс. Ну и что еще из такого интересного? Я надеюсь, что среди вас... Кстати, друзья, вот я вижу, что Руслан уже отписался, что он издал 8 книг на Литрес. И там вроде бы почти все, да, нонфикшн. Отпишитесь, остальные зрители, у кого есть уже нонфикшн-книга на Литрес, или кто готовит эту нонфикшн-книгу для публикации. Тоже интересно. Интересно посмотреть, кто сегодня пришел, на каком мы с вами сейчас этапе. Все. Это смотрю, вернусь, подгляжу. Ну, готовлю. Вот, обожаю ваши сообщения, уже посыпились. Одна уже есть, вторая в процессе. Супер-супер. У меня есть. О! Друзья, ну, значит, вы уже в теме, вы уже в сфере, но все равно напоминаю, что на вебинаре я продвигаю книги одного автора. О, вообще классно, то есть вы тоже близки к этому делу. Напомню, что у нас обычно на вебинарах авторы разного уровня, ну, как, в принципе, и писательского, понятное дело, так и познанием по продвижению, да, три книги на Литресе, художественные, основанные на фактах. О, кстати, тоже классная история. Пишу книгу по психологии. Слушайте, все, я вижу, что действительно разные, можете тоже еще отписаться, кто по каким, но мы с вами начнем движение, мы начнем говорить о том, о каких-то азах, как говорится, да, базовая информация, потому что, как я уже сказала, все разного уровня. Вот. Пошли смотреть вторую страницу. Что же у меня дальше после названия? Два вопроса, которые часто поступали и перед вебинаром, и, в принципе, вообще. Вроде бы вам должно быть, да, все попадает в кадр. Что же здесь прекрасного? Я отвечаю на вопрос, что же такое нонфикшн, потому что я знаю, во-первых, не все любят англицизм и всякие термины, наименования, но при этом и не все понимают, что такое нонфикшн. Кто-то вообще считает до сих пор, что это исключительно научпоп. Пойдем смотреть. Нонфикшн – это жанр, кто-то его называет направлением, и это тоже приемлемо, в который вошли произведения не художественной, прикладной или полезной литературы. Вот я люблю говорить иногда слово «полезная литература», особенно на интервью с авторами, потому что не всегда знаю, как наши какие-нибудь топовые авторы относятся к слову, да, что у вас именно нонфикшн литература. Все разные, это нормально. Поэтому, если что, я более чем уверена, что почти все нонфикшн-книги создаются для того, чтобы быть полезными. Обычно вообще они основаны на фактах. Видите, я не пишу, что всегда, потому что разные истории. Я думаю, вы в курсе, что действительно есть книжки, где достаточно субъективный взгляд описан, или когда много рассуждений. Ангелина, рада, что вам нравится мой термин полезности. Бывает, да, что это какие-то такие необоснованные моменты, да, в книжке присутствуют. Но я надеюсь, что мы с вами все-таки постараемся писать нонфикшн-книги, или уже написали, которые все же основаны на фактах, подтверждены чем-то, а как минимум вашим личным опытом, который имел положительные последствия, как говорится. Ну что ж, обычно среди такой литературы мы встречаем кулинарные книги, мемуары, эссе, научно-популярную как раз-таки литературу, психологию, сексологию, философию и так далее. Видите, я специально подписала, что если не увидели вы какую-то свою тему, ну, например, кстати, да, допустим, история единоборств, а вам кажется, что это прям отдельно надо выделить, мы дополним этот слайд с вами, и пусть он будет у меня для какого-нибудь следующего выступления на какой-нибудь ярмарке или новый будет вебинар через год. Тоже дополним. Так что тоже можете отписаться, чего не хватает на ваш взгляд. Так, обязательно вернусь к текстам, обещаю, да, не подглядываясь в чат, потому что я вижу, что вы пишете, это круто. Так, почему есть разница в продвижении, друзья мои? У нас же есть целая трилогия уже на YouTube. Весной я проводила целых три классных, реально, по отзывам вебинара насыщенных, особенно второй, именно по контенту для самопродвижения, что же может помочь вам качественно продвинуть собственные книги. Там в целом были вебинары по самопродвижению, не по там отдельно художественной или отдельно нонфикшн. Здесь почему же мы выделили в отдельную, да, историю? Потому что вот эта вот отдельность начинается еще на моменте написания текста, да, то есть другой подход уже в моменте написания. Вы, когда пишете, садитесь писать нонфикшн, книгу, вы уже видите, да, разницу между художкой и вот нонфикшн. Ну, конечно, есть и схожие моменты, естественно, но... О, Ангелина, эзотерика. Все, я подглядела. Эзотерики действительно здесь нет, а ее... Ой, друзья, как много! Ой, как ее достаточно! Особенно... Может быть, мы не замечаем этого в электронке, но в печатных магазинах хватает путешествия. Ребята, обожаю вас! Пойдем пока дальше смотреть, потому что не только сам процесс написания, но еще и оформление книги действительно отличается. Вы, если зайдете в раздел нонфикшн, вот этой полезной литературы, то найдете даже визуальное отличие, да. Пойдем дальше. Можно использовать другие каналы продвижения. Мы поговорим сегодня о них, мы поговорим, чем же там отличаются каналы, какие они совпадают, да, какие каналы схожи, а какие можно добавить, и почему вообще классно, что они есть. Конечно же, иногда ЦА, кто не знает, целевая аудитория, читатели, ЦА бывает специфичной, узкой. Но суть в том, что в художественной литературе чаще всего бывает так, что, допустим, вы представляете там какую-то широкую аудиторию, которая будет читать вашу книгу. Ну, это нормально, в принципе. Но хотя, конечно же, здорово, если писатель понимает, кто его читатель, более узко, тогда получается более качественный текст, более такой, более направленный. Но случается и такое, что барышня, которая читала только любовные романы, может пойти и начать читать, ну, или хотя бы одну-две книги попаданческих, вот попаданческих таких фантастических фэнтезийных прочитать. Это нормально. И такое вот перетекание из жанра в жанр, оно бывает. Но при этом в нонфике случается такое, что, допустим, вот я никогда не стану читать историю индийской кухни, да, к примеру. И вряд ли, я не знаю, что должно произойти, да, чтобы я до неё дошла. И это действительно узкая тематика. Может быть, что-то такое околомедицинское, да, понятное дело, что чисто медицина, это вообще отдельная история. Но, допустим, что-то там по... Я смотрю на книжную полку, пытаюсь найти, а потом думаю, ну, я же действительно не читаю очень близкого чего-то к медицине. Но, опять же, да, бывают очень узкие истории, допустим, по гематомы какие-то, да, например. Но они описаны так будут, что это сможет читать не только медик. Вот. Но, получается, здесь всё равно будет достаточно узкая тема. Или там маркетинг, да. Хотя я знаю, что сейчас очень многие читают всякие книжки по рекламе, по продвижению. Но бывает, да, более узкая тема и внутри маркетинга. И так далее. То есть я надеюсь, что вы более-менее поняли, что действительно в нонфикшенной литературе бывает очень важно определить свою целевую аудиторию, чтобы писать точно в цели. И ещё один пункт, который я всё-таки выделила, что в данном случае в нонфикшенной литературе важно знать своих коллег по цеху, конкурентах. То есть кого-то можно считать действительно коллегами, кого-то конкурентами. Все по-разному выражаются. Я очень люблю, когда авторы дружат, поэтому пусть будут коллеги. Надо знать лучше, чем в художественной литературе, но это нужно знать не потому, что там я слежу с тобой, а для того, чтобы качественнее, интереснее написать. У меня есть пример реальный. Это мой хороший знакомый. Он написал книжку, сначала научную работу, потом переделал её в более простой текст, в нонфик, по политическим мемам. Мемам в целом. Не удивляйтесь, это не просто картиночки, а меметика, мемология. Это отдельная вообще наука, которая даже изучается в Кембриджи на отдельной кафедре. И в России он буквально второй, кто написал по этой теме книжку. Да, она... Вот, кстати, это будет узкая тема, потому что далеко не все пойдут читать. Хотя, с другой стороны, если кому-то что-то интересно, да, здесь будет такая вот целиковое исследование, не как вот научный труд, да, а что-то такое понятное, простое. Ну вот, в России он буквально второй. В мире есть действительно работы по этой теме. Интересно, что в данном случае, кстати, мемы различные, не только картиночки, но и видео, используются для пропаганды, для политической там агитации и так далее. То есть тут интересно. Вот. Но для того, чтобы интереснее написать, конечно же, нужно понимать, кто до тебя писал эту тему. И будь то психология, да, будь то гештальт, например, терапия какая-либо, да, вы начинаете писать об этом, вы в этом спец, вы принимаете, да, какие-то проводите консультации. Но нужно понимать, кто же до вас это писал уже, чтобы принести что-то новое. Да, это важно. В нонфикшенной литературе важно принести что-то новое, не делать копирайт, рерайт книг, которые уже есть. Это нехорошо. Поэтому в данном случае нужно обязательно изучить, что уже есть для того, чтобы что-то привнести. Ну, в моем случае, да, вот я даю пример своего знакомого. Он читал до него в России там «Одна дама». Она как раз-таки доктор, то ли доктор, то ли она в какую-то степень, в общем, имеет по коммуникациям, по медиа, новым медиа. И вот она тоже писала, но она про мемы в целом. Поэтому ему было проще, да, у него более такое направленное дело. Но что мы можем об этом сказать с вами конкретнее еще? Вы, если пишете свою тему, вы изучаете, что уже есть, понимаете, что вы можете добавить, ну, хотя бы одну главу, друзья. Ну, вот я понимаю, что хочется поделиться знаниями, они часто совпадают, мы все-таки живем в одном культурном пространстве в одно время с другими, но хочется хотя бы что-то новое. Поэтому смотрим, кто уже что написал, какие есть взгляды на вашу тему. Разные я тоже уже писала в нашу презентацию, которую будем дальше листать с вами, что важно очень с разных сторон подойти к теме. Поэтому изучаем коллег, кто хочет называть их конкурентами. Так, пока я не перешла к следующему слайду, пробегусь по вашим комментариям. Так, так, все, вижу, что тут есть, каждый пишет, что уже написал. Эзотерическое направление, кстати, на практическом применении, это правда, тоже нонфиг. Мотивационные книги, да, кстати, для различных, вот в данном случае для адаптации лиц с ограниченными возможностями, это очень хорошее. И, кстати, на мой взгляд, сейчас это действительно одна из актуальных тем. Ее все больше пытаются поднять, привлечь внимание к ней, поэтому это очень хорошо. Тем более, если на собственном опыте вы сами понимаете, что это хорошо. Так, дальше. Эзотерика – это широкая тематика. Друзья, ну, в целом эзотерика, да, если мы говорим просто эзотерика. Там же есть свои тоже направления внутри уже, да, одной темы. И, кстати, если смотреть по жанрам и тегам, например, в Литрес у нас, да, так как уж я от Литрес, то тоже можно обнаружить, что там есть отдельное направление, еще отдельные теги, подтеги, и погружаться в это можно у Гуго. Но да, это такая нормальность. Здесь аудитории читателей хватает, так скажем. Ваш знакомый учился в Кембридже? Нет. В Кембридже я только знаю, что там есть отдельная кафедра. Он в Москве, он участвовал в международных, переводил на разные языки свои работы. Но круто, что вы сейчас живете в Кембридже. Алиса или Элис, как вас правильно, да, называть, обязательно буду ждать ваших книг и про Кембридж тоже. Я очень просто и в художке люблю, знаете, книги, в которых есть, присутствует город, место. Пойдем дальше. Дальше мы сегодня про нонфиг. Пойдем по пунктам. А, кстати, я как сделала, знаете, как я нам объединила, чтобы было понятнее. Вот все эти темы, которые отличаются от художки, почему есть разница в продвижении, я их постаралась, на них постаралась разбить, чтобы мы с вами благодаря разнице смогли выводить что-то полезное для себя, найти вот эти вот точки для продвижения, для движения вверх, как говорится, потому что есть уже отдельные вебинары по продвижению в целом, а здесь мы идем чисто по нонфигу. Анатолий, если в книге есть математика, это очень плохо. Смотря какая книга, какая математика, почему же плохо? Математика – это хорошо, цифры – это хорошо. Сейчас многие в инвестиции подались, так что, может, кому цифры еще как нужны. Это очень индивидуально. Написание и подготовка текста. Я там написала, что важно не только оболочку, вот эту вот обертку, оформление проработать, но важно еще и на стадии написания книги уже подумать о том, как же вы ее будете продвигать. Что же нам важно учесть? В любой книге, какую бы вы ни начали, в том числе и нонфикшн, определяем целевую аудиторию, кто же наш с вами читатель. Ваш личный, мой, когда я начинаю что-то делать. Это, кстати, касается и отдельных статей в блоге. Например, я сразу представляю, как вы будете сидеть, читать, и что же это будет. У нас же есть блог, кто еще не знает, тоже вам в рассылке придет. blog.selfpub.ru, литресы мы задают. У нас там много полезных материалов, статей, мы их в соцсети распространяем. И вот когда мы их готовим, тоже задумываемся, кто же их будет читать. В вашем случае, кто же будет читать книгу. Благодаря этому вы сможете понять, какие ожидания от книги, как вы сможете ее оформить в дальнейшем, и где вы сможете ее продвигать. Все эти пункты будут всегда важны, но еще на моменте написания книги нужно понять. Ну что, пойдем дальше. Выделяйте абзацы, которые в будущем сможете использовать для продвижения книги. Проще всего это делать либо в моменте написания, либо потом при редактуре. Это нужно для того, чтобы вы потом не сидели, не листали книгу, не перетыкивали ее в компьютере, в ноутбуке, чтобы у вас уже были заготовки, вы себе помечали, какую цитатку вы сможете потом взять для продвижения, например, в соцсети где-то, для заманивания читателя, в описание вас, кстати, в автобиографию, например, какая-то цитата из вашей книги пойдет, в мотиваторы какие-то, в картиночки так называемые по соцсетям, какую фразу вы возьмете, в аннотацию, может, что-нибудь вытащите, как вам будет удобно, на обложку книжки. Все это очень круто будет в моменте продумывать, вам же будет проще, вам же будет легче. Используйте схемы, иллюстрации и таблицы. Ну здесь, опять же, это все нужно и для качественной проработки нонфикшн-книги. Чаще всего хоть что-то из этого подходит для всех направлений нонфика, то есть о чем бы вы там ни писали. Таким образом легче усваивать информацию, гораздо легче, и таким же образом вы можете взять, например, у вас там иллюстрация, например, в виде какого-нибудь комикса, не знаю, диалог, например, чей-то, да, вы там про коммуникации пишете, теоретически, да, тут можно много примеров приводить. А вы берете эту иллюстрацию и тоже в продвижение куда-нибудь ставите, там, соцсеть как минимум, да, или потом на презентацию, на выступление на какой-нибудь конференции. Круто, вы прям взяли из книжки, у вас целый набор всяких интересностей. У меня недавно было интервью с Никитой Непряхиным, и он, у него сейчас вышла новая книжка, такая объемная, огромная, про критическое мышление. В общем, у него там что-то 300, что ли, иллюстраций, но они не просто картиночки, а там чаще всего именно, да, схемы какие-то, круги, что-то еще. Так что выберите, тоже составляйте, как пример можете заглянуть к нему в книжку, подглядеть, и у тех, у кого хорошо книги продаются, вот вам реальный пример. Поэтому используем иллюстрации, потом тащим их куда угодно в продвижение. Но если вы на Литрес, а я надеюсь, что вы на Литрес публикуете свою книгу, не забывайте, что там у нас есть условия, если вы на исключительном пакете публикации, то до 25% книги вы можете использовать в рекламных целях, да, но потому что, когда вы на исключительной лицензии, это значит, что вы полностью передаете право на распространение, но об этом мы обычно разговариваем на нашем классическом вебинаре про загрузку книги. Через неделю я там буду, моя говорящая голова будет вам показывать, как загружать книги. Туда приходят и новички, а потом иногда, я знаю, старички тоже приходят уже опытные, такие, открывают себе что-то новое, особенно про теги жанра. Вот, поэтому запоминайте просто вот этот важный такой моментик, чтобы вы там не перестарались, всю книгу где-то не распространили случайно в рекламных целях. Вот, вижу пару вопросов, и они здесь вроде бы в тему. В Литрес и Муздат можно ли вставлять текст книги в видео? Нет, в данный момент. То есть никакая читалка, а у нас же много партнерских читалок, сайтов-партнеров, куда мы распространяем книги, не знаю, там, помимо Литреса, это еще и подписные модели, там, iBook, это и Google, Books, и iBooks, и тот же, не знаю, Ozone и так далее, и так далее. В общем, есть разные читалки, где далеко не везде вообще реально воспроизвести что-то подобное. Поэтому, Елена, у меня есть вам универсальный совет, на мой взгляд, давать ссылку. Гиперссылки у нас везде срабатывают. Вот, нажимаем на ссылку, переходим. Но только если у вас там по ссылке ничего продающегося не будет, да, в рекламных целях нельзя использовать нас в данном случае. Вы можете просто написать, что у вас есть какой-то сайт, но не отправлять. Ну, а на видео, если там полезное видео, например, про говорение, да, вот вы пишете, а действительно, таким книгам важны видео, то так и идем. Кстати, еще хорошо QR-код, но, по-моему, QR-код, да, с гаджета, с гаджета не считает сам себя. Но тоже QR-коды, это хорошая тема, можете их использовать. Может, вы потом в печать по требованию книжку свою отправите, тираж будете распространять, а другие люди смогут открыть книгу и... А вам не видно, да? Я тут просто открываю книгу и делаю скрин. Вот. Мотиватор цитата и свои книги, это интересно. Да, друзья мои, я всегда напоминаю на всех этих своих чудесных вебинарах, говорящих головой или на лекциях оффлайн, что всякие мотиваторы, это очень классно. Заходите, кстати, в основной аккаунт Литреса в Инстаграме. Ну, в наш, так понятно, я надеюсь, вы там, потому что авторское сообщество у нас там тоже классное. Но обязательно в основной аккаунт Литреса заглядывайте, там периодически как раз-таки вот эти вот картинки с цитатами из каких-то известных каких-то книг. Есть и можете подглядывать, тоже потом в канве делать. Кто еще не был на моих вот этих вебинарах, канва – одна из лучших таких площадок, платформ, где можно бесплатно сделать себе иллюстрации, картинки, даже обложку книги. Ну что, а мы возвращаемся в нонфик и на наш слайд. Что мы здесь предлагаем? Прорабатывайте тему с разных точек зрения, а лучше обратитесь к еще одному эксперту в вашей теме. Друзья, я уже об этом, да, начала говорить, что важно рассмотреть тему с разных сторон. Потому что, я вам скажу, как человек, когда-то связанный был с журналистикой, да, я помню, что меня наставник всегда учил, что обязательно рассматриваем тему сюжета с разных сторон. Ну, в данном случае книжки, да, с разных сторон. то есть, если мы берем, допустим, эксперта, комментарий, да, допустим, комментарий от одного, он сказал свое мнение, и комментарий от другого, он сказал вообще противоположное мнение. Так лучше искать экспертов. Так и в данном случае, если у вас какая-то такая тема неоднозначная, очень круто будет, если вы будете, да, рассказывать свою точку зрения, но при этом приведете какую-то цитату от другого человека, от другого профессионала, который как-то выскажет другую версию. Таким образом, вы убьете, как говорится, двух зайцев, если там не трех, не четырех. Как минимум, вы покажете еще одну точку зрения, но еще вы задействуете потом этого эксперта, если вы действующего, не кого-то там, да, из прошлого. Тоже, кстати, нормальная тема, да, когда вы берете цитаты других, просто для того, чтобы показать, что все разное. Но если вы кого-то из современных берете, просто отправляете ему, да, вот я вижу вопрос, что надо ли платить экспертам или для них это преподносится как пиар. Смотря какой эксперт, понимаете же, да, если в данном случае эксперт, он на одном с вами уровне, вы там, например, в инвестициях, ООН тоже, чуть по-разному смотрите на тему, тогда что делаем? Предлагаем ему, говорим, что вот я тебя буду упоминать, там, везде, где могу, хочешь, дам ссылочку на твою соцсеть, допустим, да, он там рассказывает о чем-нибудь, а ты мне маленькую цитатку, твой взгляд, вот, по такой-то теме. В данном случае получится, что ему пиар, и вам хорошо, потому что он потом еще и себя где-то на странице в своем сообществе, или просто своим друзьям расскажет, а я вот в книжке тут поучаствовал, дал всего комментарий, но приятно. Это же касается и следующей темы, следующего пункта, что обязательно ищите эксперта, лучших экспертов, которые оставят вам отзыв для обложки, предисловия или аннотации. Чего у меня здесь книжка, вы думаете, лежит? У меня здесь четвертая сторонка, видно вам, да, где есть всякие отзывы экспертов в сфере. Ну, это у меня книжка «Пиши, Ильяна, редактируй резво». Я думаю, вы знаете, Егор Аполлонов как раз-таки для писателей хорошо для пишущих людей. В общем, у него здесь есть писатель Лукьяненко, Галина Юзефович, обозреватель Сальников, Алексей тоже писатель, Шамиль Идиатуллин и еще один лауреат премии «Ясная поляна» Владислав Атрошенко. В общем, понятное дело, что Егор, он в сфере, он, конечно, может себе найти этих людей, но если у вас хотя бы один-два комментария будет, да, цитаты каких-то в аннотацию или прям на обложку, слушайте, я даже вам не стала сюда копировать, у меня есть немножко непозитивный опыт, я его в своем тут в Инстаграме рассказывала. Когда меня на обложку поместили, это было несколько лет назад, книжка вообще там про то, как выбрать имя своему ребенку, я не эксперт в этой сфере, но нам нужно было как-то придать веса книжке. И это было не Литрес, это было не топовое издательство. Я в принципе была не против, потому что у меня имя и фамилия универсальная, здесь ничего такого страшного не произойдет, но мы дали цитату, что действительно книжка поможет определиться, и она такая, да, подкрепленная какими-то примерами, фактами. Вот. Я не советую так делать, я вообще, знаете, иногда от обратного что-то делаю. У меня есть по буктрейлерам видео с ярмарки, я там от обратного шла, когда в 15-м году делала трейлер для ВСТ, для Виталия Гиберта. Я там так нафантазировала, мы потом все упростили. Вот. В данном случае я тоже советую, не обманывайте никого, найдите реального эксперта, найдите того, кто о вас потом тоже сможет рассказать, и это будет эффективнее и вам спокойнее на душе. Не то, чтобы я страдаю, что у меня там в книжке про определение имени ребенка есть я, это не проблема, там как бы не, что-то медицинское, например, да, или не по психологии совсем. И в принципе, я действительно согласна, что да, книжка может помочь, все. Но вам всегда советую обязательно найти человека, который разбирается. Почему несколько? Потому что не все могут сказать да, эксперты. А если у вас будет 2-3, так вы сможете и на какую-то страницу, на предисловие отправить в аннотацию, и, не знаю, если короткая фраза, то реально прям вот внизу так вписать будет очень здорово. Знаете, как бывает? Бестселлер New York Times, да, так и у вас будет написана какая-то короткая цитата от знакомых, от экспертов. Вот. Просто я очень люблю эту тему, видите, аж застряла на ней. Что у нас тут еще есть в вопросах? Пока мы, видите, я в конце каждого слайда буду отправляться сюда. Что значит отправлять в печать по требованию, если права исключительные, улитрест, то сама напечатать потом тираж не смогу. Смотрите как. Любой договор всегда внимательно читайте. Всегда. И любой. Будь то книжка, будь то квартира и так далее. Печать по требованию, это когда вы ставите на продажу в магазин, и у нас есть прям отдельное окошечко. Приходите вот через неделю на вебинар, он тоже бесплатный, покажу, где там это окошечко. А тираж, это услуга уже отдельная, платная, мы даем ее, да, у нас она есть, вы можете заказать через типографию, но в том числе вы можете и сами пойти печатать, да, где-то, если не поставили в печать по требованию. То есть вам надо посмотреть, передали ли вы права на печатную версию книги. В данном случае чаще всего к нам вы просто приносите электронную версию, надеюсь, скоро и аудиоверсию, маленький спойлер, но смотрите просто внимательно на распространение. Для себя любимого и для розыгрышей и для блогеров вы можете напечатать тираж за свой счет где угодно и это не будет считаться распространением. А если вы будете платно где-нибудь распространять, то это уже другая чуть история, нужно смотреть, у кого права на распространение. Но это вот чисто юридический момент. Так, про экспертов мы с вами поговорили. Я считаю, что если у вас первая книжка и если вы не суперизвестный человек с огромным блогом, то не нужно платить экспертам. Вот я, например, не буду платить экспертам пока, потому что я не суперогромная. Вот вы спрашиваете, как меня найти в Инстаграме. Меня там зовут Полина Book PR, Book через две У, конечно, Либо у нас же есть собственная страница Литресса МСДАТ, и вот я там на этом, на анонсе этого вебинара меня там прямо наш СММ отметил. Можно тоже перейти, найти. Я иногда рассказываю и про книжки, и про публикации, и про работу комьюнити-менеджера, кстати. Ну и вообще в целом много всего. Но я прямо обязательно всех отправляю в Литресса МСДАТ. У нас сейчас суперкрутой контент во всех соцсетях. Я кайфую. Вот. Пойдем смотреть, что еще у нас тут. Так. Извините, я отвечу на последний вопрос и буду переходить к следующему слайду. Юлия Ефимова. Читатели просят аудиоверсию. Я знаю, что очень многие. Подождите, пожалуйста, ну, чтобы не соврать, месяц, и у вас будет возможность, я надеюсь, что месяц, может быть, и больше, чтобы не соврать вам, но вот в ближайшее время, да, и вы сможете передавать права на озвучку аудиокниги. Если вы там у нас, там будут определенные условия, конечно, но если вы через нас публикуете свою книгу, вы сможете передавать, и тогда участники Литресс-чтец, вы знаете, там есть разные какие-то потрясающие чтецы, есть более такие приземленные, начинающие, но есть классные чтецы, вы сможете с ними тоже потом, не знаю, при желании поконтачить. В общем, смогут чтецы выбирать ваши книги на озвучку, и это будет круто, но не сегодня, поэтому я и говорю, что я спойлерю. Меня потом могут покусать коллеги, что я раньше времени это говорю. Так, пойдем дальше. Про оболочку в книге разговаривать будем. Я ее назвала оболочка, но на самом деле можно как угодно называть оформление, но просто под оформлением я вижу только визуал. А в нашем с вами случае важно продумать не только обложку, но и, как вы видите, название, аннотацию и вообще кучу пунктиков. Давайте я быстренько пройдусь по этим пяти пунктам, потому что все они помогают продвигать книгу. Смотрите, важно создать обложку хорошую. Конечно, вы можете взять, не знаю, на однотонном каком-то цвете и просто сделать название и написать название и фамилию, имя. Но это будет грустно, плохо. Зайдите на Литрес, зайдите в жанр нонфикшн, в полезную литературу и посмотрите, какие книжки есть от издательств. Тоже не всегда хорошие, знаете, тоже не всегда гениальные, но почему нет? Слушайте, кстати, я вот не все достала заранее, но я хочу вам парочку давай тащить, показать. Я вообще читаю в основном в электронке, но что-то топовое все-таки у меня есть. Вот, например, видно, не видно? Вот, например, просто Космос. Она мифовская, Манн Иванов Фервер. Слушайте, ну она минималистичная, но при этом такая классная. Она очень интересная. Ну, да, пишу Ирияна, она тоже здесь все-таки на шрифт уходит. Я очень люблю в... Здесь тоже не прописывала подробнее, но я очень люблю в нон-фикшн-книгах, как иногда дизайнеры, закройте уши, играют со шрифтами, дизайнеры или авторы, да, когда ставят ТЗ, или сами делают шрифты, это хорошо. Хорошо, когда обложка отражает суть книги, да, хорошо, когда... Давайте посмотрим, что тут еще достанется. Сейчас, если в другие книжки не прийдет. Вот, код бестселлера, да, например, тут вот она тоже минималистичная, блестит, правда. Но здесь вот такой вот птичка налетит, и, в принципе, минимум всего, но это суперобложка. Кстати, смотрите, как без суперобложки смотрится. Просто. Вот, периодически мы делаем у себя тоже подборку классных обложек. Каждый месяц делает подборку классных обложек Виктория Лебедева, дизайнер разных издательств, в том числе, Эстэ, Лайфбук, обожаю ее, обложки в основном неинтересные. Вот, есть у нас вебинар по неймингу, но мы там умудрились обсудить обложки. Так что, это тоже отдельная тема. Что еще из интересного про обложки я хотела сказать, но я отвлеклась на сами обложки. Друзья, обязательно, естественно, на обложке должно быть имя ваше, должно быть название всегда. И круто, если там будет какой-то короткий комментарий, это будет тоже, может быть, привлекать. Но обязательно подглядывайте, крадите реально как художники по чуть-чуть, понемногу, что-то такое самое яркое. Пойдем дальше, чтобы воды не было слишком много. Я не люблю, когда в нонфике. Да, у нас небольшой выбор бесплатных обложек, но это шаблоны, друзья. Представляете, их уже так много, поэтому есть вообще история, что вы можете сами создать нормальную обложку в той же конве, например, и сделать это вполне себе прилично. Ну, используя, да, определенный размер обязательно, соответствующие все авторские права соблюсти, только бесплатные иллюстрации использовать или там от кого-то их купить, но это уже платно будет, мы про бесплатную историю. Поэтому все-таки попробуйте сделать сами, поиграть со шрифтами, например, да, что-то такое. Мне кажется, что мы можем все-таки двигать эту индустрию обложек, потому что хочется сделать их лучше. Вот, поэтому в ближайшее время я знаю, что как раз у Виктории за сентябрь выйдут обложки, потом, может быть, даже отдельно уговорю нашего главного редактора издательства какие-то подборки делать, чтобы было, интересно было, на что посмотреть. Пойдем дальше смотреть про название, придумайте название. Вот, был этот вебинар по неймингу, там было очень много зрителей, и у меня, честно говоря, аж голова кругом пошла, потому что очень много комментариев было. Мне очень понравилось, потому что мы коммуницировали, каждый высказывал свое мнение, это реально субъективная история. Но в нонфике хорошо цепляют цифры, личный пример какой-то, ну, если вы там от себя что-то, да, пишете, как я что-то сделал, будет видно, что это реальная история, да, ваша история, как я, там, не знаю, заработал первый миллион, да, будет видно, что это вы. Цифры реально хорошо цепляют, да, я ничего не взяла из цифр, из полки, но позавчера было интервью с автором, у которого книжка называется «Как стать успешным, когда тебе 20». могу чуть обманывать, но она вот тоже в Литрессе будет в ИГТВ выложена, поэтому смотрите, в общем, цифры, цифры, это хорошо. Дальше смотрим. Тигра слов у меня, а не игра, видимо, видите, не захотела. Интересно, кстати, смотрите, от слова тигр, тигр и лев, это тоже хорошо. Вот, игра слов, это хорошо, вот оно, пиши, пьяно, редактируй резво, как раз таки, да, потому что пиши пьяным, редактируй трезвым, сказал Хемингуэй, а у Егора телеграм-канал Хемингуэй позвонит, поэтому очень хорошо получилось поиграть с этим делом, да, просто космос, да, книжка про эгаль, да, agile, тоже, в принципе, просто космос, помните, были фразочки, это просто космос, вот, здесь обыграно, тоже неплохо, в принципе, и так далее, обязательно смотрите, играйте, если у вас это получается хорошо, можно выиграть очень даже, и обращения какие-то, у меня вот тоже, вижу, на полке стоит, продай свой текст, книжка называется, она как раз про то, как продать книгу, хорошо, вот это вот обращение, или какой-то повелительный, да, глагол в повелительной форме, тоже хорошо сыграют, потому что, представляете, идет такой читатель, смотрит на литересе, что же за книжки, а тут к нему личное обращение, и он такой, что это тут меня приглашают сделать, да, так что тоже пробуйте, это тоже хорошо, но это одни из перечисленных, мы же все-таки с вами немножко по верхам, если я сейчас только погружусь в название, мы уйдем в тот вебинар, так что, я думаю, я его вам тоже просто приложу, неплохо это дело, напишите хорошую аннотацию, друзья, я ее назвала хорошей, но здорово, если вы понимаете, что нужна прям продающая аннотация, у нас есть эта услуга, да, но вам и самим нужно написать такую аннотацию, чтобы ей заинтересовались, у нас есть, как вы видите, будет ссылка на статью, есть классная статья про то, как писать вообще аннотацию, там параллельно, прямо с долбиками, я ее давно писала, но до сих пор люблю, прописано, чем отличается, ну, как писать художественную аннотацию для художественной книги и для нонфикшн-книги, более того, у нас, кстати, был вебинар по написанию аннотаций, где наш профессиональный копирайтер отдела, из отдела по контенту, контент отдела, руководитель, в общем, отдела, вместе с руководителем нашего отдела маркетинга, издательской платформы, Литрес, да, прорабатывали прям на ваших примерах, на примерах авторов, как же улучшить аннотацию, в общем, для того, чтобы читатель не пришел мимо, аннотация тоже должна быть хорошей, определяем жанры теги, друзья, тут прям вообще важно, естественно, жанры должны быть прикладным, полезным, да, что-то мы там выбираем про нонфик, про методичку или что еще, что бы у вас там не было, потыкайте, посмотрите, что же при загрузке есть за жанры, напомню кратенько, что жанры теги помогают вам попадать в рекомендации к книгам со схожей тематикой, помогают попадать таргетинг-ритетинг, таргетинг всевозможный, догонять ваших читателей, помогают вам, ну вот, бить точно в цели, попадать к ЦА, к целевой аудитории, к вашему читателю, поэтому их нужно выставлять, и все, вот я всегда говорю, не стесняйтесь выставить все жанры, теги, если у вас есть на нашей платформе, или там еще, ну какой, вот есть возможность пять поставить, ну постарайтесь пять поставить, это поможет вам охватить больше аудиторию, тоже, видите, у меня сегодня отсылочки, я стреляю к другим тоже вебинарам, вот этим более глубоким, про загрузку, и обязательно укажите в конце или начале книги ссылки на соцсети, почту, сайт, но опять же, да, модераторы могут отклонить, если вы там укажете сайт, где вы там продаете курсы свои, например, да, ну тут как бы нельзя, да, вы наверняка это уже знаете, кто проходил процесс модерации, что-нибудь не тот, там поставил, но обязательно все эти ссылки, обязательно все благодарности, все это нужно указывать, круто, то, что вы отправите в свои соцсети сразу же, вот уже пошел этот цикл, у вас уже есть соцсети, вы туда из книжки отправляете, из соцсетей вы будете отправлять в книжку, все, круг замкнулся, пойдем смотреть дальше, что там я еще видела, все, да, на вопросы в чате ответила, к вопросам там, посмотрим, ой, тут большие вопросы, да, давайте я к ним, к вопросам в разделе вопросов, вернусь в конце вебинара, а тут, если только они к теме, так, каналы продвижения, я говорила, что есть, да, другие каналы, но мы пробежимся сейчас по стандартам, ну, социальные сети, друзья, ну, конечно же, куда без них, я надеюсь, что у многих из вас они есть, очень грущу, когда авторы говорят, я писатель, я хочу писать, а не заниматься продвижением, вообще, творческий человек, обычно, кстати, у авторов, ну, такого нет, потому что вы обычной сферой с какой-то, и вы понимаете, что важно рассказать о себе, но тут перечислены основные, да, соцсети, не удивляйтесь тому, какие здесь присутствуют, конечно, меня часто спрашивают, с чего начать, если вообще нет соцсетей, я скажу так, да, и всегда отвечаю, начинаем с Инстаграма и Контакта, там сидят те, кто будет вас читать, но я могу сейчас ответить неправильно для тех, у кого там, например, кулинарные книги, вам нужно отправляться еще и в Одноклассники, друзья, да, потому что там тоже есть ваша целевая аудитория, поэтому, так или иначе, мы возвращаемся к целевой аудитории, на каждом этапе движения, здесь нужно понимать, где сидит ваша аудитория, где обитает, поэтому, если есть возможность, используем все соцсети, нет, хотя бы вот, Инстаграм сейчас хорошо продается, ВКонтакте много читающих, что еще, тут вот пункт с лайфлипом и медиумом, да, не все, наверное, знают про медиум, но сейчас расскажу, лайфлип, вы наверняка знаете, я периодически про него рассказываю, это наши друзья, это, они входят в нашу группу компаний, это крупнейшая социальная сеть для авторов и читателей, да, дикторов тоже, в принципе, да, то есть для всех тех, кто связан с литературой, с книжками, здесь, помимо того, что можно найти, что же почитать, можно найти информацию про все книги, а вы, как писатели, можете стать там, автором блогов, там сейчас есть классные блоги, можно завести бизнес-страницу, авторскую, вы там напишите на бизнес-собакалайфлип.ру, скажете, вот я автор, вот мои книги у вас на лайфлипе, они там не продаются, о них только информация, и ссылки все ведут на литературе, другие сайты, вы там сможете писать, делать какие-то заметки, просто вести блог, но там большое количество читателей, и, кстати, если вы ищете какую-то книгу, то чаще всего лайфлип выпадает одним из первых, так оно и есть, вот, вы станете не только автором блога, но еще и вы станете куратором собственных книг на лайфлипе, к вам их подкрепят, ну, следите за этим, обсудите по почте там, да, таким образом вы сможете отвечать на комментарии там, в карточке книги, и это будет очень для вас хорошо, это еще один инструмент продвижения, главное, он бесплатный. Медиум, это тоже сеть для профессионалов, в первую очередь, где многие пишут какие-то материалы полезные, интересные, на все разные темы, да, но просто там, соцсеть, где можно найти таких же профессионалов, да, то есть людей из сферы, из вашей же сферы, да, начать с ними как-то коммуницировать, или как минимум выкладывать вот эти статьи, выдержка, может быть, какая-то из вашей книги, или вы там пишите про то, как вы пишете книгу. Загляните, это здорово, я не советую это художественным, авторам художественной литературы, но нонфику, да. Ну и последние два пунктика, Яндекс.Дзен, туда, да, там здорово, даже можно монетизироваться, я думаю, многие из вас уже его знают, у нас есть авторы, которые там ведут свои блоги, свои страницы, это нужно делать регулярно, для того, чтобы активность не падала, да, то есть это действительно нужна сила, но зато там можно дублировать какие-то сети, хотя я знаю, что были случаи, когда если вы прям дублируете что-то со своей Инстаграма или Фейсбук-страницы, могут даже блокировать, то есть надо быть аккуратным с Яндексом, но Дзен – это хорошо, Дзен сейчас раскрутился уже, друзья мои. Ну, ТикТок, я не могу про него не написать, потому что недавно даже вышла книжка про то, как зарабатывать в ТикТоке, смотрите, ищите, Артем Синатров и другие написали про нее, Артем, кстати, пишет как раз-таки полезные книжки в том числе, но там есть и дичь всякая, так скажем, да, но есть и что-то полезное, интересное, очень хочется, чтобы книжники потихоньку завладели и этой соцсетью, но сделали это красиво, потому что сейчас же как, и текстовый контент бывает красивым, и видеоконтент бывает классным, поэтому если у вас есть такая возможность, если вы умеете, руки из нужного места, допустим, да, и идеи есть, попробуйте что-нибудь сделать, зайти туда, конечно, там есть особые технологии, но вдруг, и присылайте потом свои аккаунты нам в соцсети тоже, я буду очень рада, нас там еще пока нет, и я не могу сказать, что нам это сейчас нужно, но вдруг у вас получится, так, идем дальше, что у нас, какие каналы продвижения, слушайте, слово книжные, это не каналы книжные, а книжные магазины, не дописала я слово магазины, сейчас так поняла, но в книжных магазинах я всех призываю ходить, многие живут по регионам, я знаю, многие живут, ну, не только в Москве, хотя и в Москве, есть местечковые, небольшие, независимые магазины, вы можете туда прийти и договориться, если у вас нет тиража, вы можете договориться, просто разместить какой-то свой баннер, или, допустим, свои открытки, на которых у вас будет ссылка, QR-код на Елена, друзья, извините, я перебила сама себя, слушайте, я же активный пользователь телеграма, а я не сказала про телеграм-канал, Елена, я не знаю, я сейчас запишу прям срочно, спасибо вам, это просто как так, позор, записала, потому что я сама к нему, к телеграму часто отправляю и советую писать, у нас даже с вами был вебинар по контент, по тайм-менеджменту для писателей, я там тоже как раз таки говорила, что надо его использовать, телеграм, он много чего дает, а вот жалко, я не вижу, что отправила Елена, я вижу сломанные картиночки, мне прям интересно, спасибо вам огромное, за что я люблю наши вебинары, за то, что есть обратная связь, и вот эти вот комментарии, обсуждения наши с вами, да, действительно, даже я вам скажу больше того, я сама подписана на такое количество телеграм-каналов, более того, книжка-то у меня Егора, который сам ведет телеграм-канал, все, разобрались, так, книжные, книжные магазины, где вы можете разместить информацию о себе, тоже местечковые, провести там презентацию книги, пообщаться, у нас есть, например, автор из Воронежа, который там периодически по книжным воронежским проводит презентацию, и все это здорово проходит, он делает флайеры под это дело, он печатает тираж, и там распространяет, либо бесплатно дарит, да, книжки, разные подходы. Библиотеки, точно так же презентации можно проводить, можно какие-то совместные активности, чтения устраивать, дискуссии, у вас нонфик, соответственно, вы можете устраивать дискуссии по теме, будь то, кстати, не только библиотеки, они у нас сейчас стали очень современными, я надеюсь, вы помните об этом, да, что это не уже там затклые какие-то помещения, а очень современные, очень классные истории, поэтому библиотеки и всякие культурные центры, арт-площадки и так далее, все это мероприятие под оффлайн можно использовать. Надеюсь, что потом это видео будут смотреть и после всей этой вирусной истории, и оффлайна станет больше. Держу, как говорится, крестики, кулачки за то, чтобы это было. Оффлайн нужен и нонфику, конечно, и художке, это правда. Блогеры. Блогеры – это привычная история, это привычная история и для вас, и для нас, и для художки, и для нонфика. Через них можно продвигать свои книги, это нормально и очень здорово, когда у вас получается продвигать через блогеров книги бесплатно, то есть вы просто привлекаете внимание к этому. Круто, когда не только книжные блогеры задействованы в этом, но и тематически, в вашем случае, психология, коммуникации, что еще, спорт какой-то, о чем бы вы ни писали, сейчас в блогере есть всякие. Реклама. К рекламе относятся у меня на следующей странице, там тоже есть информация, потому что реклама это таргетинг и таргетинг, настройка всяких, что бы вы там не делали, это все тоже сюда относится. Литературные платформы, это я имею в виду в том числе LiveLip, на которые мы, например, свои платные услуги отправляем рекламу, делаем платную рекламу, вы можете найти еще какие-то платформы, где можете размещать свои баннеры, свои публикации какие-то, это могут быть, допустим, сайты, которые пишут про книги, сейчас такие тоже есть, это могут быть толстые журналы, которые в онлайн перешли, или параллельно есть в онлайне, а вы там размещаете тоже какую-то информацию, или, да, сайт по психологии, например, и вы там какую-то выдержку из книги делаете. Это все работает, но нужно на это, конечно, время, но это нужно использовать, это тоже инструмент. Здесь я быстренько перечислила, как быстренько, я имею в виду, что здесь есть повторы просто с предыдущим слайдом. Этот слайд, похоже, есть в той трилогии, которая по самопродвижению, если вам хочется больше погрузиться, обязательно отправляйтесь на YouTube, там есть вся эта информация, более, так, знаете, чисто по соцсетям ходим, мы там изучаем, что же есть в целом для художки и нонфика. Все еще активно используем сториз. Этой фразе у меня уже, наверное, год, да, год, я начала ее тогда произносить, потому что тогда активнее стали делать рекламу даже в сториз и так далее. Сейчас я не призываю делать рекламу, но использовать их, всякие активности, там, голосовалки делать, да, но не перестарайтесь, если у вас в день будет сотка всяких этих сториз, никто их смотреть уже физически не сможет. Прямые эфиры. Вы можете быть кто-то один в эфире, да, только вы как автор, или вы с кем-то еще делаете диалог, интервью, как хотите, называйте, приходите на наши эфиры в MyLiterS, в Instagram, там мы тоже общаемся с авторами, можете посмотреть, кстати, как авторы общаются. Это очень интересно, потому что некоторые начинающие авторы, да, независимые авторы, которые только пишут, например, но не светят лицом, как говорится, думают, что это они только, да, там прячутся под одеялком. Не правда? Далеко не все авторы готовы активно разговаривать и прям легко вовлекаются, это нормально, но круто, если вы умеете еще и общаться, класс. Вот, тем более в нонфике это нужно часто, потому что эксперты разных областей встречаются друг с другом на конференциях, на каких-то встречах, это хорошая тема. Так, что делаем? В соцсетях, как я уже сказала, можно делать разные информационные посты, это может быть и анонсы книг, и просто рассказы про то, как вы пишете, рассказы про то, как вы пошли как раз-таки на конференцию, и там тоже будет у вас пару экземпляров с собой, книжки, и так далее. То есть все эти истории интересны читателям, вам может казаться, что нет, но читатель, который вовлечен в тему, в сферу, которому интересно читать ваши книги, ему будет интересно узнавать и во все околокнижное, все, что у вас связано с вашим продуктом. Отрывки из книг. Друзья, мы публикуем отрывки в формате мотивашек всяких, в формате мемов, в формате картиночек, просто цитат, да, в Фейсбуке, например, классно заходят просто фразочки, цитатки, или там ваши мысли и так далее. То есть все это работает и в Инстаграме-то это работает, все это есть, поэтому отрывки, почему я говорила на стадии написания, следим. Рассказы о том, как создавались книги. Друзья, это знаете, как работает? Ой, мне нравится и вживо слушать, когда на интервью я спрашиваю автора, а как вот вы начинали писать, да, как вы решили, вообще придумали, что вот я хочу, не знаю, просто космос написать, да, там или еще что-то, момент этот. И когда вам рассказывают, что вот, мне задавали очень много вопросов, а я решила, что я пропишу их в книге и всех буду отправлять в книгу. Конкретные примеры, вот там у меня была лекция, не знаю, да, где-нибудь, и я понял, меня осенило, ну и так далее. Или я, например, устал так в один день, и мне приснилась эта книга. Вариантов много, но вы можете так обыграть, раз вы работаете со словом, вы можете обыграть эту историю, чтобы это будет интересно, и потом это будет как-то транслироваться, повторяться, копироваться. Розыгрыши книг и скидок, это всегда хорошо, если вы напечатали книжку, да, можно физическую отправить, если хотите, можете электронную версию, да, то есть разные есть ходы, но розыгрыши повышают узнаваемость вашу, как автора, потому что обычно это через репосты идет, да, потому что нужно, да, допустим, кого-то упомянуть, но разные форматы, если вы сами пользуетесь соцсетями, вы знаете, тоже не нужно делать их слишком часто, потому что замыливается и глаз, и доверие, но иногда можно, и это помогает раскрутиться, ну, и вообще доверие вызывает у вашего читателя, как-то приятно, что вы делаете какой-то бонус. Ой, вот это сейчас фразочки пойдут, далеко не все не всегда знают, что это. Кросспостинг, друзья, это когда вы с кем-то там договариваетесь, и друг к другу отправляете какие-то посты, или просто репостите их, например, вы психолог и другой психолог, вы обменялись постами, и это бесплатно, мы же говорим еще и про бесплатно. Взаимные репосты, посты с тематическими группами, вам это вообще классно, потому что тематические группы ваши, это не только книжные, а еще какие-то другие, соответственно, ваша книжка там может на фоне других тем очень хорошо сыграть. Я даже художественным, авторам художественной литературы говорю, друзья, очень круто, если вы найдете не только книжных блогеров и группы, сообщества, там ВКонтакте, например, для того, чтобы выделиться, потому что когда лента только из книг, глаз замыливается, допустим, если книжка, ну, просто пример вам, если вдруг вы еще и художку пишете, если у вас в книге какие-то гаджеты есть, например, там, я не знаю, дроны, да, один из важных героев, это дроны, роботы, а у вас есть, допустим, блогер, который делает обзоры, небольшой, не миллионник, обзоры на технику, он может и про вашу книжку рассказать, попробуйте заходить к таким, да, к блогерам с гаджетами, в группы с гаджетами, и так далее, ну, в вашем случае, да, психология, спорт, что еще, перечисляли, эзотерик, классно будет видеть книгу в ленте, где нет книг, дальше, блогеры, мы поговорили, инфлюенсеры, инфлюенсеры, да, все по-разному говорят, но они есть, просто кто-то не любит себя уже блогером называть, лидером мнений, в общем, эксперты, в вашем случае, эксперты, очень такое хорошее слово, я считаю, тот, кто разбирается в сфере, вы можете зайти, и таким же медиком, как и вы, не знаю, стоматологом, а вы написали книжку про то, как беречь зубы, вы можете кучу еще стоматологов, разослать ее на чтение, и потом на рецензию, чтобы о вас написали, рассказали. Ну и таргет, настройка рекламы, это уже друзья, только если вы действительно хотите в это погружаться, если вы готовы копеечку вкладывать, то да, но если вы все-таки далеке от этого, лучше не начинать, а то потом начинается, что вы просаживаете бюджет, не лично вы, а вот в целом бывает такая история, это нормально, вот, поэтому аккуратно. Посмотрю, пока не ушла на следующий слайд, вопросы. На литератике можно скидки делать, или как их можно разыгрывать? Розыгрыши и скидки возможно сделать при эксклюзивной лицензии. Смотрите, что есть. Вот, кстати, господи, фамилия товарища, сейчас скажу, недавно, у меня выпало из головы, тоже недавно было интервью, Айнур, вот, Айнур, у него уже выложено интервью в Литерейсе, можете посмотреть, книжка про то, что в основном вся проблема в страхах, поэтому, например, вы не можете выступать публично. Вот, он что сделал? Я не знаю, есть сейчас у нас в зрителях, Артем Томбелл, наш автор, тоже он тогда был, очень много задавал таких дельных, хороших вопросов на эфире, и Айнур ему решил подарить книжку. И вот потом ко мне лично пришел Том, автор, да, и сказал, говорит, ну, вы представляете, что он сделал? Он не печатную мне, говорит, отправил, а скинул денег на электронную. То есть, вот таким образом он разыгрывал, то есть, для того, чтобы приобрести официально с Литерейса, потом книжку, есть вот такой вариант. Что еще есть? Вы можете поучаствовать, вы можете снизить цену на свою книжку, это тоже будет как вариант продвижения вашей книги, вы скажете, что вот месяц у меня книжка в скидках. Ну, например, вы просто снизили на 50 рублей цену книги, или вы встали в нашу скидку на полку 50%. Есть у нас возможность независимым авторам раз там месяц-два мы делаем рассылку по тем, у кого в принципе цена стоит на книжку, и по тем, у кого она больше 149 рублей, для того, чтобы скидка была от чего вообще, ну, и вообще тема с ценообразованием очень такая тонкая. Мы отправляем, и вы можете поучаствовать, скидка, и ваше нахождение в этой подборке независимых авторов очень поднимает продажи, это правда. Это подтверждает, кстати, часто и нонфик. У нас есть Анастасия Залого, автор, которая прямо сказала, что эта скидочная история прям ей очень помогла в продажах. Вот, еще один пункт, который я не прописала, это различные скидки акций, в том числе вот так участвуют. Печатную версию вы можете разыгрывать, да, вы же это будете делать бесплатно. Вот, так что вот, пойдем дальше. Каналы продвижения, которые другие, да, которые я сказала, есть другие. Обязательно обращайте внимание, я сегодня уже повторяла их названия, да, их какие-то направления у вас отправлялся, да. Профессиональные сообщества, ну, как минимум, часто бывает, кстати, у меня в самой профессиональной сообществе, комьюнити менеджеров, мы сидим не только где-то по соцсетям, очевидным, но в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, у нас есть потрясающий чат на очень много людей уже, но там сидят комьюнити менеджеры, мы обмениваемся какими-то знаниями, просто болтаем и так далее. Наверняка у вас тоже есть, я знаю, что и у медиков такое есть, и у маркетологов, и так далее. Поэтому вы можете заходить в эти чаты, вы можете находить эти группы, сообщества, и там размещать свои книги. Ну, предлагают только, да, иногда надо договориться заранее с администратором чата, группы, чтобы можно было это сделать. Чаты вообще сейчас очень хорошая тема, и каналы различные, в том числе, и телеграм. Ой, как я рада, что вы пользуетесь телегой, потому что это беда какая-то, мне кажется, еще не все авторы современные пришли в телеграм, и поэтому я еще думаю, открывать ли мне собственно... У меня есть телеграм-канал, он пока закрытый, там только пока текстики. Вот. Мне кажется, что вы еще не все дошли туда, а вы там. Ребят, обожаю. Так, профессиональные конференции. Тут вообще классная тема, потому что вы можете выходить с отдельными лекциями туда. Очень часто ищут профессионалы, да, какие-то конференции, ищут профессионалов в сфере новые имена, это важно, не только топов. И вы можете как раз таки сказать, а у меня есть книжка, я могу вместе с книжкой прийти, будь то печатная, или вы будете отправлять на электресс, говорить, что вот я продаюсь в крупнейшем онлайн, ну, крупнейшей онлайн-платформе, площадке. Это очень здорово, друзья мои. Ну, и будете рассказывать и про книгу, и про свой собственный опыт. Корпоративные библиотеки. Допустим, вы написали какую-то книжку по коммуникациям, вы сделали еще и тираж, пойдите да предложите ее кому-то, начиная, допустим, со своей компании, а потом дальше куда-то. Или же предложите просто книжку, да, из Литресс тоже. Вот, ссылку давать где-то, в корпоративных библиотеках и так далее. Хорошее направление, на самом деле, но чаще всего знаете, что если у вас уже есть книжка в Литресс, да, она есть в Майбук, а у нас в Майбук партнерится с очень большим количеством компаний, которые приобретают корпоративную подписку на всех своих сотрудников. И тогда у них есть доступ к вашей книге тоже, да, в том числе, то есть они там будут, соответственно, оплачивать ее по прочтениям. Вы можете просто донести эту информацию тоже, да, сообщество и сказать, что можно читать вот там-то. Обязательно говорите, где читать, обязательно давайте везде ссылки на разные сервисы, все читают на разных сервисах, и будет удобно всем читать там, где им комфортно. Ну что, лекции в вузах, курсах и обучающих тренингах. Это очень классно, если у вас есть возможность выступать с лекциями. Кстати, не только оффлайн, да, там в аудитории, но и в онлайн, вот здесь вот. То есть, вы сможете как раз-таки найти свою аудиторию еще и так. Ну, если, вот, например, мы говорим про бизнес, очень часто я знаю, что ходят в МГИМО, в ШЕ и так далее, да, все эти места. Можете сами писать, предлагать, иногда вас находят, если вы уже раскрутились где-нибудь в сетях, в соцсетях. Откройте свой курс. Друзья мои, это очень сейчас активная тема, но почему бы и нет, если вы действительно эксперт в своей сфере, вы можете чему-нибудь научить. В данном случае у вас опять будет круг. Вы рассказываете про книжку на курсе, в книжке вы просто упоминаете, что у вас есть курс, да, без ссылки, чтобы не продавать это дело, но все равно и в соцсетях рассказываете. И вот вы сможете подкрепить ваш курс реальной книжкой, а вашим ученикам вы будете предлагать эту книжку. Вот такой вот тоже замкнутый и классный, по-моему, круг. Не стесняйтесь, кстати, если вы уже поделились своими знаниями в книге, скорее всего, вам хватит знаний на курс. Ну, главное, чтобы хватило еще и времени. Пойду посмотреть ваши вопросы. Так, как настроить таргетинговую рекламу, таргетированную, по-разному тоже, кстати, говорят. Друзья мои, в рамках одного вебинара, и учитывая, что я еще там, по-моему, пару слайдов собираюсь оставить, а мы уже больше часа тут ходим по верхам, то получится, что это реально отдельная история, отдельный вебинар, наверное, и желательно с показом, как настраивать. Чаще всего, смотрите, что можно сделать. Инстаграм и Фейсбук, они объединены, вы можете пойти и в бизнес-аккаунте Фейсбука понастраивать себе рекламу. Вот вам уже будет одна из версий рекламы. Там настраивается и на Фейсбук, и на Инстаграм. Если есть денежка небольшая, можно попробовать. Есть рекламный кабинет ВКонтакте. Можно там попробовать настроить, немножко вложиться. У нас есть, кстати, чат авторов ВКонтакте, они там тоже обсуждают личные примеры, как кто настраивал, сколько вложил, сколько с этого пришло человек и так далее. Что еще? Есть возможность через MyTarget, это платформа для настройки рекламы, есть возможность там настраивать. Чаще всего, да, это одноклассники, ВКонтакте, тоже там понастраивать, тоже хорошо будет. То есть, это в нескольких словах, да, есть вот различные платформы, где вы можете понастраивать. Чаще всего они встроены уже в соцсети. Что касается, кстати, вот этих вот зон, например, где-нибудь, допустим, в Яндексе там или еще где-то, где вдруг высвечивается ваша книжка, это уже на нашей стороне, это включено. Мы Литресом продвигаем ваши книги. Почему я говорю, важно правильно настроить жанры теги и все остальное, и сделать красивую обложку, и цену выставить. Тогда книжка попадает в таргетинг, в этот самый, да, в контекстную рекламу, и вы появляетесь, ваша книга появляется на разных площадках, как, знаете, догоняющая история. Читатель не купил, а она ему как напоминание высвечивается. Ну, вы сталкивались, наверное, с другими продуктами, которые так где-то появляются. Куда пойти с книгой о стране не путешествия, а как бы очерк глазами очевидца, где продвигать это? Просто как? Это же тема нашего общения. Прошу четко отвечать. Юрий, извините, пожалуйста. Как настраивать? Смотрите, это опять реально отдельная тема. Допустим, я открываю бизнес-кабинет Фейсбука. Там много всяких функций, да, всяких кнопочек и так далее. Чаще всего, опять же, нужно понимать целевую аудиторию, на кого мы настраиваем таргетинг, на кого рекламу это будем ставить. Для этого, допустим, да, если у вас психология, вы будете выставлять там тоже, ну, так называемые теги, да, интересы вашей аудитории. Елена, кстати, спасибо. Реально на Ютубе тоже есть достаточное количество видео и в поисковиках. Но базово вам нужно выставить интересы вашей аудитории, да, чтобы вы попали к своей аудитории с этой рекламой. Допустим, психология, киштальтерапия, изучение себя, познание себя и так далее, да, там все это есть. Обычно, когда начинаешь бивать, там подсказки высвечиваются. Обязательно сделайте красивую иллюстрацию надо, чтобы это был не только текст, да, а именно иллюстрация, потому что часто текст не пропускает платформа для размещения рекламы. о, как обознать свою аудиторию. Друзья, а вот вы, когда начинаете писать, вы же знаете, для кого вы пишете? То есть, в данном случае, это то, о чем я говорю, в самом начале нужно понять, для кого вы написали. Тогда будет проще и дальше двигаться. в данном случае и в рекламе тоже, и в постах, и в тексте, когда вы понимаете свою аудиторию. Поэтому, друзья мои, у нас достаточно скоро будет возможность принять участие в обучающихся таких историях, в том числе в обучалках по тому, как определить свою аудиторию. Тоже смотрите по соцсетям, это будет, это действительно отдельная тема для разговора, как определить собственную аудиторию читательскую, потому что это иногда даже слишком индивидуально бывает. Это то, о чем я говорила, бывает узко, бывает широко. Так, Анна, очень интересно, спасибо, на большое волнение, как освоить все ресурсы. Анна, это то, о чем я говорю. Если, допустим, вы сейчас не готовы вкладывать и пробовать, тогда пока не беритесь за настройку рекламы. Если у вас есть какая-то сумма, вы готовы ее потратить, тогда методом тыка, и вот, как правильно сказала Елена, найдите на Ютубе, в том числе, кстати, на МайТаргете, например, есть видео по настройке, примеры, да, то есть там прям есть вот эти вот обучающие видео, статьи и так далее. И вот шаг за шагом. Пока не попробуешь, не поймешь, что это, и страх уйдет, когда уже начнешь пробовать. Вот. На самом деле, не так часто авторы к нам приходят вообще с вопросом про настройку рекламы, потому что далеко не все готовы тратить деньги, а, соответственно, мы поэтому не так часто делаем материалы по настройке рекламы. Вот. Но круто, что вам это интересно. Так, и все-таки, зачем нам MyBook? Так, у нас тоже есть статья про то, зачем размещаться во всяких онлайн-библиотеках и подписных моделях. Ну, смотрите, сейчас очень и очень многие используют подписные всякие форматы для чтения. Ну, вот, допустим, я сама покупаю подписку на год, потому что я много читаю, очень много читаю. И получается, что мне удобно сидеть в одной, в одном приложении, где я могу читать разные книги. Да, я продолжаю покупать книги на Литрес, которых нет в онлайн-библиотеке, но все равно, например, MyBook, это действительно удобно очень для многих. В данном случае зачем нам всем как авторам? Там сидит наша читательская аудитория. Мы с вами получаем прорату, отчисление, ройалти, от прочтения, да, там, какого-то объема страницы, допустим, да, прочитал человек только половину моей книги, я получу сумму за прочтение. Поэтому, чтобы не терять аудиторию, чем больше места, где продается книга, тем лучше, чем больше площадок, где нас упоминают, тем лучше. Более того, MyBook очень доброжелательно относится к нам, к независимым авторам, делает периодически подборки самых успешных авторов месяца или берет нас прямо просто в тематические подборки. Например, что там из последнего было, про космические какие-то истории там было, и в том числе наши книги тоже там были. Поэтому вот зачем. Я надеюсь, что ответ получился. Кто-то там еще интересный был вопрос в смысле. Про курс, значит, можно в книге, да. Да, Елена, можно про курс, но не даем прям ссылку, если у вас платный курс. Модераторы вас попросят ее убрать. Прошу цинично ответить. Друзья, сейчас я доотвечаю уже, да, на вопросы и пойду к следующему слайду. Раз уж мы остановились здесь, да, вот на библиотеках в том числе, нам, я говорю нам, нам с вами как авторам, специально вот объединяю, нам авторам очень хорошо, когда мы с вами находимся на разных площадках, почему у нас есть сайты партнеров, да, для узнаваемости, для читаемости. В данном случае это и подборки в том числе, и отзывы, и чтения, потому что, понятное дело, что есть, да, где нас найдут еще с вами. Цинично, что еще? Да, там меньше сумма, потому что не всю книгу могут прочитать, это правда, но это та история, где очень много читателей, вы потеряете очень много читателей, если вас там не будет. А еще, да, действительно хорошие подборки. Так что все. Друзья, пойду дальше. Елена, вам спасибо, что вы вовлечены. Следующий слайд. Если мне некогда заниматься своим продвижением, это уже та тема, о которой я тоже говорила. Вот вы не хотите вести ни соцсети, ни отправлять себя куда-то, ни настраивать рекламу, вот это все. Существует просто SMM-менеджер, к которому можно обратиться. Существуют лит-агенты, лит-продюсеры, или книжные продюсеры, и к ним можно обращаться. Да, это будет уже платная история, но зато вы будете заниматься своим делом. И нон-фикшн-авторы часто к ним прибегают, к услугам этих авторов, продюсеров, агентов. У нас в конкурсе нон-фикшн-литературы даже двое таких агентов в жюри, потому что они много работают. И 13 октября, вот, например, во вторник мы будем с вами встречаться, тоже бесплатная история, с Еленой Ероховой, Светлана Ероховой, 13 октября, 18.00, тоже приложу вам. Агенты от продюсера, чем отличаются? Мы с вами все расспросим, почему одни себя называют агентами, а другие продюсерами, почему одни просто менеджеры, кстати, книжный менеджер, да, например, я личный менеджер, да, там, какого-то автора. Например, у Алексея Иванова есть личный менеджер, она там вот везде так и пишет, она сама им постоянно занимается. Это не просто издательский менеджер, а личный по всем вопросам. Это, как знаете, есть киноменеджеры, так и здесь. Все расспросим во вторник, все узнаем у Светланы из первых уст, как говорится, чем они занимаются, на каком этапе подхватывают, потому что я знаю, что многие продюсеры или агенты помогают даже в моменте написания перекроить, как-то поправить, сделать так, чтобы было читабельно. И это все нужно, то есть помогает вам работать от и до. Но если вы не хотите тратиться, пока не имеете возможности, даже не всегда хотите, не хотите, нет возможности, попробуйте работать по графику, с соцсетями, с контентом, с продвижением каким-то. В этом плане действительно есть хороший вебинар по тайм-менеджменту. Мы постарались все объединить, самое важное для тех, кто работает, и параллельно как-то хочет писать. Это вот именно для тех, кто совмещает, это очень хорошо. Попробуйте. Это как работа по расписанию, так и продвижение. Допустим, один день, неделю вы будете тратить. Где будет? Она будет также вот на платформе вебинара. тоже вам в рассылку ближайшую кину, либо сейчас уже есть анонс в соцсетях, она, по-моему, моя коллега, моя помощница уже разместила в Литрес СМС Дат. Напоминаю, я вам открываю сейчас его. Да, вот она, видно вам? Не хочет, да? В общем, есть, поверьте мне, на слово. Уже там фотография Светланы. Вот. Поэтому уже можно там перейти по ссылочке, найти, или вот будет в рассылке. Что мы смотрим еще из вопросов? Где будет трансляция? Здесь, я сказала, да, будет отдельная ссылка. Могут ли они работать на роялти? Смотрите, это очень индивидуальная история, да? Здесь все зависит от того, какого вы уровня автора. Чаще всего от этого, чаще. Сейчас просим тоже у Сланы отдельно. Потому что если вы пишете свою первую книгу, то еще неизвестно, как она продастся. Это никто вам не сможет стопроцентно ответить. Галина Зуфович, известный критик, да, она сейчас вообще к Ване Ургант уходит рассказывать про книги. Но Галина очень верно сказала, что на этапе написания, перед выпуском, даже издатель вам не скажет, будет ли это хит, будет ли это бестселлер. Это касается и художки, и нонфика. Никто вам не скажет. только когда она начнет продаваться. Да, даже критик может сказать, ой, классная книга, а читателей не подхватят, волны не будет, не продастся этот тираж многотысячный. Поэтому если у вас всего первая книга и у вас уже нет там пара хитов, чаще всего они скажут, что вот есть оклад, да, какой-то там, какая-то сумма. А роялти, мало ли, как она пойдет, да. Конечно, это цель самого агента сделать так, чтобы книга продавалась, но чаще всего, допустим, еще, да, есть оклад, есть роялти, а есть двойная форма. Вы оплачиваете какую-то часть суммы, а дальше уже роялти будут. Поэтому договаривайтесь напрямую и смотрите, что вообще есть. Полина, подскажите, где найти хорошего менеджера СММ и одновременно лид-продюсера, известные профессионалы запросят большую ЗП? Это правда. Смотрите, что есть. Есть всякие вот эти вот штуки профи.ру, да, где можно найти себе какого-то специалиста. Там, будь то сантехника или будь то копирайтер кстати, да, то есть они разные и гуманитарий в том числе. Там же можно найти СММщиков, можно найти каких-то менеджеров, попробуйте там посмотреть. Там будет недорого, вот, я к чему введу, что вот на всех этих агрегаторах будет недорого. где найти именно продюсера, именно литогента, именно чтобы он был из сферы и прям супер разбирался, но при этом был не заоблачный. Предлагаю ставить вопрос на вторник, чтобы нам профессионал рассказал, где его коллег искать. Значит, пишу себе, что на вторник нам нужно задать вопрос, где искать. На самом деле слово где искать у нас даже в названии вебинара есть. То есть, где искать и как работать. посмотрим из первых рук, уст и так далее. Я согласна, что да, бывает такое, что уже профессионалы большую заплатят, просят. Спасибо, что придете. Либо он будет в записи, напоминаю, все есть. Какие критерии успешности продажи на Литрес в штуках в месяц? Завтра у нас будут выложены топы месяца, топ месяца авторов Литреса МСДАТ, Литрес, и там будут не просто топ-10 книг в своем жанре, но еще и циферка. Там всегда есть циферка первого. Посмотрите, кстати, предыдущие месяцы в нашем блоге всегда есть, это все предыдущие месяцы. Там тоже есть циферки, какие там продажи. И вот благодаря этому вы сможете узнать, кто же там в топ попадает, с какими цифрами. Это и две тысячи, например, экземпляров у попаданцев в фантастике фэнтези. И три бывает, да, и четыре. У нонфика, конечно, пока пониже, но он прям атакует и идет уверенными шагами, я это прям люблю. Как на это успешности кто реагирует? Из спецов. Ну, будем говорить откровенно. Конечно, наши вот эти топы мониторят редакторы издательств и забирают у нас все самые сливки. Это правда. Но так как у нас теперь есть литрес-издательство, все свои сливки мы оставляем себе. Потому что круто, когда на одной платформе у вас есть возможность опубликовать все. то есть и электронка, и аудио, и печатная версия. Если у вас хорошо идет электронка, то, скорее всего, наш главный редактор вас возьмет себе в работу, как говорится. это из спецов именно книгоиздателей. А если говорить про блогеров и так далее, ну, для вас это успешный тоже вариант, что вы можете показать, вот я в топе. Просто какие-то блогеры сами подглядывают за топами тоже, да, чтобы быть в курсе. Сейчас многие блогеры любят, если про книжных говорим, брать какие-то новые имена себе на обзоры и так далее. Которые может теоретически испостоять политическую программу. Так, там уже, я смотрю, у вас совместное обсуждение пошло, это хорошо. Я думаю, что еще про успешность сказать. Да, из спецов просто наблюдают и вот я вам уже откровенно признала, что у нас любят другие издательства крупные забрать кого-то из успешных. Так что мы прям действительно, как я говорю, мы трамплин. Давайте посмотрим вопросы, что тут было. Доброго дня, на свете молодой перспективный автор. Как продвигать? Так, ну я ответила, стоит ли бежать или оббивать пороги других печатных издательств. Так, Руслан, я в принципе только что ответила на эту тему, что если вы хорошо продаете, попадаете в топ по продажам, в топ по отзывам, и качественный текст, действительно, хороший, интересный, текст можно доработать, если он с опечатками, например, или там что-то потасовать, посмотреть, то вас заметят. Все, просто здесь нужно понимать, что должен быть действительно хороший текст. Это просто был ответ. Можно ли сдавать книгу в малом объеме один авторский лист или даже менее, или с таким объемом книги не имеют спроса? Напоминаю, что у нас есть книги от 4, мы принимаем книги от 4 тысяч знаков, спрос есть, спрос есть на разные книги, книжки-малышки, как их Айнур назвал, есть, и они полезные, там сотка у него, по-моему, страниц, вполне себе, воды нет, там нет воды, есть только суть, попробуйте. Конечно, спрос будет на средние, вот сколько сейчас средние, можете заглянуть, посмотреть объемы книг, если мы говорим про электронные страницы, да, там где-нибудь средние 200, да, 250, 150 тоже нормально, если мы поговорим про такие объемы. Конечно, хочется, чтобы это было, ну, не один авторский, давайте хотя бы пару-тройку, тогда будет понятнее. Чтобы сделать деньги, на литературе она должна прозвучать, СМИ или другие события. Ну, кстати, СМИ, друзья мои, сейчас уже отходят на второй план, все-таки сети, медиа, современные, новые медиа, соцсети, интернет. С другой стороны, она должна выйти и задействоваться везде, по-другому, литературные проекты не делились, не делаются и не делались. Да, нужно, конечно же, чтобы вообще книжка выходила, чтобы о книжке говорили. Почему мы с вами говорим, что продвигать можно вот так. Так, я вижу, что вы тут уже поспасивались, пообщались, поговорили. Ну, что, мы прошли с вами основные шаги, да, конечно, можно погружаться дальше глубже. Обязательно советую посмотреть вот эту трилогию по продвижению. Там в целом обзор есть, особенно хороший по контенту. Часть вторая этой трилогии, ну, откровенно говоришь, мне вторая часть больше всего понравилась. И советую следить за блогом, советую следить за нашими новыми вебинарами. Во вторник встречаемся с литературным продюсером, книжным продюсером, она себя так и называется, Светлана. Есть еще и другие. Кстати, скоро будем публиковать видео с ММК и я, и там будет еще встреча с нонфикшн-литагентом. Елена, не переживайте, все в рассылке вам будет. Либо на YouTube приходите, либо, кстати, по-моему, вы же на меня в Instagram подписались, там тоже размещу репост. И есть уже эта трилогия в Instagram. Кстати, в Instagram будет «Юрий, запись пришлю» вместе с этими, со всякими ссылками полезными. Надеюсь, что сегодня до конца дня уже сконвертируется видео, и вы все получите. Что еще из интересного? Жду очень, чтобы вы все отправили свои книжки на конкурс нонфикшн-литературы, потому что, я говорю, я так радовалась, что мы его запустили. Ура! Если будут вопросы, пишите в соцсети, пишите в техподдержку support.sabak.selfpub.ru и приходите на новые вебинары. Я очень надеюсь, что они будут полезными. Критерии конкурса тоже вышлю отдельным. Там будет ссылка, и там все прям положение есть, и все информации, какие есть номинации. Их много. Мы специально проработали, чтобы для всех направлений было. В таком случае будет проще прочитать, чем я буду все перечислять, потому что это видео, я очень надеюсь, будут смотреть еще и в записи наши зрители в YouTube, на YouTube когда-нибудь. Система оценок у нас... Пока я еще отвечаю, друзья, да, надеюсь, вы не против. Еще пять минуточек до отвечу. Система оценок. У нас есть жюри. Жюри, эксперты в разных направлениях, в разных темах. Соответственно, они могут оценивать как эксперты. Вот они же уже и определяют. Да, будет немного субъективно, но мы потому и набрали разных жюри, чтобы они смогли посмотреть, каждый из своей области. В том числе, кстати, наш главный редактор тоже посмотрит и выберет лучшие. Формулы нет, Юрий? Нет, у меня нет никакой формулы. Синопсис по нонфику. Милена. Да, я думаю, пора делать статью в блог по синопсисам двух видов. Спасибо, что сказали. Я думаю, нужно в ближайшее время, постараюсь понедельнику что-нибудь придумать. У меня шучка не хочет писать. Все, это сделаю и плюс будет в блоге для тех, кто будет смотреть уже после конкурса видео. Смотрите, в блоге разместим информацию про синопсис не хочет писать. Все, друзья, надеюсь, что теперь я ответила на ваши вопросы. Да, Милена, вы, если что, вообще мне лично напишите, ткните, чтобы я дала информацию о синопсис. Тыгните в меня, как говорится. Я постараюсь дать информацию, чтобы более-менее вам было комфортно. Друзья, спасибо, что пришли, и я очень надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Какая структура должна быть у нон-фикшена? У нас есть классная статья на эту тему. И Юрий, и про ЭБ тоже отдельно, думаю, мы пропишем. У нас есть вебинар, где мы говорим про то, как отбирали. Спасибо всем, друзья, будем закругляться, бежим дальше работать. Спасибо, что пришли, нашли время. у меня. Спасибо.